Мест хватит всем. В следующем году в первый класс отправится на 3,5 тысячи ребят больше, чем в 2016. Прием заявлений будет проходить в два этапа. Первый начнется 16 декабря. В 9 утра откроется электронная регистрация в 17 так называемых статусных учебных заведениях. Это профильные лицеи и гимназии. Первый этап мы подаем заявление. Второй очень важный этап. И здесь ключевая будет цифра, которую нужно запомнить три рабочих дня с момента подачи заявления. Вот в течение трех рабочих дней необходимо родителям перечень документов установлены. У вас в материалах он есть, на сайте есть, я не озвучиваю. Нужно принести эти документы, собственно говоря, в образовательную организацию. И дальше у нас следующая цифра, следующий шаг. Мы должны узнать свой результат. На этом у нас есть 7 дней. Если не удастся попасть на свободные места в профильных школах, с 23 января 2017 года откроется запись в обычные общеобразовательные школы с закрепленными территориями, в которых есть гарантия поступления. В Самарской области в первый класс планируют пойти 36 тысяч первоклассников. И чтобы учиться в определенном учреждении, нужно соблюсти необходимые правила. В правилах приема в школах устанавливается основание для аннулирования заявления. Ну, например, заявления подали в электронной форме, но в течение трех рабочих дней не пришли с потерянной документой. Заявление аннулируется на четвертый рабочий день. Вся информация о том, как записать ребенка в первый класс, содержится как на портале образовательных услуг, так и на информационных стендах в самих школах. Записать ребенка в школу можно двумя способами – онлайн или обратившись в учебное заведение. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.